Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Ирина Михайловна Столярова. Я заведующая отделом по связям с общественностью в медицинкологии Минипетрова. Сегодня хотелось бы рассказать вам немножко о тех вариантах коммуникаций со специалистами и с пациентами, которые мы используем в своей работе. Очень надеюсь, что это будет полезно вам, полезно вашим пациентам, готовы делиться своим опытом и очень будем рады, если вы будете включаться в наши коммуникации как зрители, как слушатели, как эксперты. Рады сотрудничеству. Сначала немножко расскажу о нашем центре. Конечно же, безусловно, вы все о нем знаете, но хочу немножко о нюансах сказать, которые нам будут полезны при дальнейшей нашей беседе. У нас в нашем центре, который многие пока по старинке называют институт, есть три площадки, которые расположены в Санкт-Петербурге. Это основная площадка-стационар, поселок Песочный, улица Неградская, дом 68 и два консультативно-диагностических центра, которые находятся непосредственно в центре города и в одном из южных районов в Купчино. Очень хочу отметить один нюанс. Дело в том, что наш центр, основная наша площадка находится в курортном районе и в этом месте расположен целый онкологический кластер, четыре онкологических учреждения, три из которых государственные. Я могу предположить, что вам приходится или приходилось направлять к нам пациентов на консультацию, на госпитализацию, еще для каких-то наших взаимодействий с ними. И очень прошу вас ориентировать их и говорить о том, что у нас здесь несколько учреждений и мы находимся по адресу Ленинградская, дом 68, так как по этому же адресу, то есть практически, то есть на Ленинградской улице, дом 68А, находится городской онкологический центр. В свое время, когда его открывали в 12-м году, почему-то ничего лучше не придумали те, кто дает адреса учреждениям, когда им адрес практически одинаковые с нами. И из-за этого происходит большая путаница, у людей стресс, потому что они попадают не туда и, к сожалению, путают не только пациенты, но и врачи. Ну, потому что сложно такое представить, конечно, логически себе, но вот, к сожалению, так оно есть. Поэтому очень прошу еще раз запомнить адрес у нас в Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68. У нас, конечно, это написано на сайте крупно о том, чтобы люди не путали, чтобы они запоминали наш адрес. К сожалению, не всегда это помогает. Еще два основных момента. С 2017 года мы стали национальным медицинским исследовательским центром по профилю онкология и курируем онкологическую службу Северо-Западного федерального округа. Поэтому, коллеги из СССР, хотелось бы с вами работать максимально плотно, как это возможно. В 2019 году в нашем центре лечилось более 100 тысяч пациентов, амбулаторно, стационарно. У нас работает 1300 сотрудников, из которых 350 врачей. Теперь поговорим немножко конкретно о коммуникациях, о том, что мы делаем, для кого мы это делаем. И, возможно, я надеюсь, что вы извлечете для себя из этого определенную пользу. Мы, конечно же, делим аудиторию пациентскую и аудиторию специалистов. Однако мы прекрасно понимаем, что, как правило, наши пациентские мероприятия смотрят в том числе и специалисты. Мы это видим и по комментариям, и отслеживаем статистически, аппаратными способами, можно так сказать. А то, что мы делаем для специалистов, к сожалению, периодически смотрят пациенты. Но не могу сказать, что это для них назначено, но пока мы не можем отсечь их от нашего профессионального контента какими-то барьерными, скажем так, способами. Соответственно, у нас сейчас в арсенале несколько сайтов. Это сайт нашего института, нашего центра, который имеет в том числе и узкое название неонкологии.рф. Его посещают более миллиона визитов, совершается в год. Это порядка 600 тысяч посетителей. Есть у нас отдельный ресурс у нашей амбулаторной службы. И еще мы развиваем отдельное направление. Это информационный блок для пациентов об онкологии профессионально. За прошлый год было примерно 400 тысяч посетителей на этом сайте. И там мы размещаем различный информационный контент информационный о заболеваниях, истории наших пациентов, интервью с нашими врачами. Соответственно, таким образом мы пытаемся максимально дать людям информацию о заболевании и о методах его лечения и каких-то пациентских историях. Кроме сайтов, у нас еще есть социальные сети, скажем, группы, площадки в социальных сетях. И тут мы как раз стараемся делить активно. У нас есть группа ВКонтакте, где 19 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Она ориентирована в первую очередь на центов и их родственников. Фейсбук, 4,5 тысячи подписчиков, хват 800 тысяч в год. Их постами слушателей, зрителей, пользователей, скажем так, компьютера, интернета. Группа рассчитана в первую очередь на специалистов. В Инстаграме мы ведем сейчас сразу два аккаунта, потому что мы первый наш аккаунт заводили, не делили. Потом провели опрос. Выяснилось, что все-таки 70% нашего аккаунта – это специалисты, 70% аудитории. И завели аккаунт для пациентов, которые сейчас пока 4 тысячи подписчиков для того, чтобы делить контент. Мы предполагаем, что какие-то темы, связанные с нашими специализированными мероприятиями, которых у нас около 150 в год проходит, вряд ли пациентам будет интересен. Дальше мы сейчас, естественно, у нас есть YouTube-аккаунт, YouTube-площадка, где у нас тоже два канала. Один канал, я надеюсь, вы его знаете очень хорошо, это канал для специалистов. Там сейчас порядка 20 тысяч подписчиков и выложено там более трех с половиной различных видео из наших мероприятий. И это очень активно развивающаяся площадка, и количество видео там будет расти, естественно, потому что у нас постоянно есть свежий, уникальный контент. YouTube для пациентов не так давно стал развиваться, это 2,5 тысячи подписчиков. Туда мы выкладываем лимбинары для пациентов, различные видео, которые снимали про наш центр, различные передачи, в которых участвовали специалисты нашего центра. Ну и так далее. Также у нас два аккаунта в Телеграме. Один, опять же, рассчитанный на специалистов, второй рассчитанный на пациентов. Также активно мы используем различные средства массовой информации, сотрудничаем с ними. Я думаю, что ваши учреждения тоже делают это на местном региональном уровне, как и мы. То есть мы общаемся и с федеральными телевизионными каналами, и с региональными телевизионными каналами, используем радиостанции. Ну и, естественно, самый большой поток – это интернет-СМИ, интернет-площадки, потому что интернет сейчас рулит. Ну и по нашим, скажем, опыту, по нашим, наиболее эффективно среди СМИ – это новостные различные сюжеты. На каналах, конечно, в первую очередь на федеральных, но есть некоторые региональные каналы, где хорошие новости, и они смотрятся, и они в течение дня несколько раз демонстрируют те или иные новостные сюжеты, которые они снимают, в том числе и о нас. И популярные интернет-СМИ, потому что их много, потому что они перепечатывают друг с друга информацию. И в этом, конечно, с одной стороны секрет охвата, а с другой стороны проблема, которая, конечно же, нас стимулирует на то, чтобы мы очень тщательно относились к формулировкам, к нашим, хотя, конечно, не всегда нас это спасает, потому что миллионы копирайтеров работают в интернет и переписывают одни и те же статьи разным языком, зачастую искажая их смысл. Мы это прекрасно знаем, мы относимся к этому, конечно, как к неизбежному узлу и пытаемся работать трепетно с нашими информационными поводами. Также еще один из наших направлений – это специальные события, еще их называют ивентами. Есть у нас сейчас проект, это вебинары для пациентов, там называются они «Об онкологии профессионально». Корнями они уходят в школы для пациентов, которые мы проводим уже очень-очень давно. Вебинары – это более динамичный мобильный формат. Мы проводим их порядка 80 вебинаров ежемесячно. Это небольшие, не более часа, связано с небольшим мероприятием, где у нас, как правило, выступают молодые специалисты. Они, конечно, готовят темы под кураторством своих заведующих отделением, старших товарищей. Но это возможность, во-первых, все-таки осветить большое количество узких тем, интересных различным аудиториям пациентов, а также врачам. Потому что понятно, несмотря на то, что вы специалисты, вы привыкли разговаривать профессиональным языком, а вебинары все-таки мы делаем для пациентов. И, конечно же, упрощаем некоторым образом информацию, используем бытовые слова. Но мы прекрасно понимаем, что вам, наверное, тоже приходится и необходимо объяснять вашим пациентам те или иные нюансы, методик, лечение, осложнение, еще что-то обычными простыми словами. И это на самом деле не так просто. Поэтому мы видим, что наши вебинары смотрят коллеги из регионов, и мы только приветствуем это. На данный момент мы провели 45 вебинаров, и транслируем их и ВКонтакте, и в Ютубе, и в Инстаграме, и размещаем не только транслируем, но еще и размещаем там записи. И мы считаем, что это очень спешный опыт, потому что кроме контента для пациентов, это хорошая тренинговая площадка для молодых. Это возможность им показать себя, завоевать своего пациента. И мы тоже на них смотрим и понимаем, кого можно использовать и развивать с точки зрения медийной активности. Потому что наша политика такова. Мы активно развиваем спикеров внутренних и хотим дальше развивать их. То есть мы не продвигаем только основных руководителей нашего центра, но и специалистов продвигаем тоже. Еще одно направление, в котором мы развиваемся, это тоже, в общем-то, все сейчас с использованием онлайн-технологий, потому что сейчас ситуация такая. И как у нас, мы изначально этим занимались, и у нас есть в этом опыт, поэтому нам в этой ситуации, мы не испытываем дискомфорта. Вот недавно совсем мы стали проводить события к тематическим дням, к мероприятиям. Большое событие тоже, в общем, можно назвать это конференцией, вебинаром, как хотите. Это был онкофорум «Белые ночи», в рамках которого мы впервые привели сессию для пациентов. Что нужно знать онко-пациентам? Это был четырехчасовой намстоп, и там его посмотрели полторы тысячи человек. Сразу в день мероприятия порядка тысячи, и потом в течение первой недели еще 500 человек, количество зрителей этого контента увеличивается, поступают до сих пор вопросы, поступают какие-то комментарии от пациентов и от специалистов тоже. Буквально не так давно, 1 октября, мы провели специальное мероприятие, тоже это была онлайн-встреча. Назвали мы ее «Для жизни женщины». Она была посвящена месяцу борьбы против рака молочной железы, и посвящена она была онкопластическим операциям по восстановлению груди. На этом мероприятии не только была озвучена интересная и полезная информация для пациентов, но также была презентована книга, которую перевели и определенным образом дополнили собственным опытом наши специалисты-мамологи, посвященная онкопластическим операциям. Она будет очень скоро выпущена, и каждый из вас может ее посмотреть, приобрести, почитать, кому это интересно для компетенций, кого это входит. Ну и еще такая интересная фишка. Мы связались с писателем Александром Цыпкиным, и спасибо Александру. Он принял участие в нашем мероприятии и обратился с экрана к пациентам, к людям, рассказав о стихоматизации заболевания, о том, что на самом деле жизнь после диагноза или после лечения не заканчивается. Соответственно, вот такое культурное мероприятие, достаточно короткое, динамичное, всего полтора часа, и в современном формате получилось. Смотрели более 500 человек в день мероприятия, сейчас уже около 1000 человек зрителей и порядка полутора тысяч просмотров. Также хочу отметить, что мы, как вы знаете уже, занимаемся активно различными профессиональными событиями, научно-практическими мероприятиями. Коллеги из соответствующего нашего отдела организуют их более 150 в год, примерно 150 в год. И на определенном этапе мы задумались о том, что несмотря на то, что мы активно размещаем информацию в своих соцсетях, нам этого мало, потому что мало провести хорошее мероприятие, его еще нужно продвинуть, привлечь коллег, потому что мы прекрасно понимаем, что вы очень загружены, вы очень заняты, за ваше внимание борются определенное количество различных мероприятий, различных организаций. А нам очень важно и нужно, чтобы вы смотрели нас, нам очень важно получать от вас обратную связь. Поэтому мы стали не просто организовывать мероприятия, но и делать из них некие события специальные, продвигать их в таргетированной рекламной кампании. Сначала, наверное, расскажу о некоторых наших мероприятиях, которые мы проводили в течение года для специалистов. Это научно-практические мероприятия. Несмотря на то, что, как я уже сказала, у нас их около 150 в год, мы провели за этот год порядка шести кампаний. В том числе в рамках «Белых ночей» у нас было четыре кампании. То есть мы делаем, как вы уже, наверное, видели по сегодняшнему мероприятию, отдельный промо-сайт. И, соответственно, занимаемся тем, что продвигаем его с помощью различных мероприятий, с помощью таргетированной рекламы в соцсетях. И мы сейчас немножко решили покреативить, выйти за рамки сухого классического стиля. Начали мы на «Белых ночах». И, как вы видите, творчески подошли вместе с нашими заведующими наших отделений к тем темам, которые они достаточно классические, казалось бы. Спасибо, что коллеги и сами выступили инициаторами, поддержали наши инициативы. Ну и я надеюсь, что реклама нашего сегодняшнего мероприятия по амбулаторной онкологии вам тоже понравилась. Наша концепция «Люди в белом, они делают жизнь онкопациента». Вам понравилась и вас привлекла. Ну и такого же рода рекламу мы нацеливаем на аудиторию пациентскую. Вот тоже посмотрите. Я тут разместила некоторые имиджи, которые мы продвигали в соцсетях с целью привлечь пациентов на эти мероприятия. Безусловно, когда мы проводим различные акции, скажем, проводили до коронавируса, мы тоже использовали те или иные методы продвижения в интернет, потому что интернет сейчас рулит. Там даже было большее количество инструментов, мы также использовали их контекстную рекламу, не только таргетированную, но и в соцсетях. Сейчас немножко мы приориентировались, очень надеемся, что скоро все это закончится и мы начнем вновь делать акции на наших пациентов, в том числе по раннему выявлению по ранней диагностике онкологических заболеваний. Еще одно новое направление, которое мы сейчас стали развивать, которое я очень надеюсь вам будет интересно и мы сможем с вами посотрудничать. Мы, значит, стали вместе, опять же, с коллегами, да, спасибо и по их инициативе в том числе делать, выпускать различные памятки в помощь пациенту. Первая полиграфическая памятка вышла о лучевой терапии опухоли головы и шеи. Это специальный продукт, полиграфически ориентированный на пациентов, которые получают эту терапию с этой патологией и первый тираж у нас уже используется в нашем отделении опухоли головы и шеи и мы сейчас договорились с пациентской организацией о том, что они тираж этих памяток размножат, этих буклетов и мы их с удовольствием передадим тем, кому это нужно, то есть вам там в северо-западный федеральный округ не только и готовы принимать заявки. Там очень простым языком рассказано о всяческих трудностях, да, с которыми пациент может встретиться во время лучевого лечения именно пациент с опухолями головы и шеи и, соответственно, о том, как их можно преодолеть. И сейчас мы готовим полиграфию, еще один буклет, еще одну памятку о лекарственной противоопухолевой терапии, а именно химиотерапии. Тоже очень надеемся, как бы, есть у нас предварительная договоренность, что мы напечатаем это не только для себя, для своих нужд, а также сможем сделать определенный тираж для вас и, соответственно, дать, прислать вам в ваши регионы определенное количество этих буклетов. Поэтому мы на самом деле готовы сотрудничать с международными, с пациентскими организациями, с разными другими НКО по печати этой полиграфии, потому что мы прекрасно понимаем, что не все наши пациенты являются пользователями персональных компьютеров, знают, что такое интернет, потому что у нас, тем не менее, рак – это заболевание пожилых, у нас много людей 65+, которые лежат на отделениях и которые в интернет не ходят. И мы специально создали эти продукты, эти материалы для того, чтобы можно было им раздавать прямо на отделениях, и люди читали и понимали, что с ними происходит и как можно облегчить свое самочувствие, справиться с различными проблемами, осложнениями во время прохождения лечения. В наших планах дальше продолжить эту деятельность и с точки зрения противоопухолевой лекарственной терапии и с точки зрения различных других видов лечения, поэтому мы были бы рады услышать, что вам интересно, что вы бы хотели, какую методическую в этом смысле помощь от нас получить, потому что мы очень хотим и мы знаем, что Джиммс Раб от нас ожидает, что мы будем делать подобного рода материалы не только для использования внутри нашего учреждения, но и для наших коллег из регионов. Спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok